Отопление дома сильно бьет по бюджету? Не волнуйтесь, я здесь, чтобы помочь вам в этой ситуации. У меня есть знакомый, который отапливает дом площадью 200 квадратных метров и в зимние месяцы тратит по 70 тысяч рублей на отопление. Представляете, 70! Люди ипотеку платят меньше, а это только коммунальные платежи за отопление. Всем привет, меня зовут Анатолий, вы смотрите канал Лаборатория Тепла, и сегодня мы разберемся в некоторых нюансах отопления домов. Я уверен, что досмотрев это видео до конца, вы найдете несколько вариантов, как сократить ваши расходы на отопление. Многим людям кажется, что затраты на отопление зависят от площади помещения, а по факту это не совсем так. Поясню почему. Тепло уходит из дома, если у вас плохо утеплены стены, плохо утеплен пол, плохо утеплена кровля, а также расходы на отопление зависят от того, как и какие вы установили окна и двери. Ставьте лайк, и мы начинаем. Первая, самая распространенная причина в неправильной настройке котла. Установлена слишком высокая температура подачи воды, в результате помещение нагревается и даже чересчур перегревается. Вам жарко, вы открываете окна и топите улицу. Вы в прямом смысле выбрасываете деньги на ветер. Обратите внимание, до какой температуры котел нагревает воду, и если вам жарко, уменьшите ее. Еще пара слов про настройку котла. Если вы купили котел и включили его в розетку, и думаете, что на этом все, то вы глубоко заблуждаете. Приведу пример с автомобилем. Если неправильно настроена топливно-воздушная смесь, то на 100 километров вы тратите гораздо больше количества литров бензина, чем аналогичный автомобиль с правильными настройками. То же самое и в котле. Если вы не вызывали специалиста, который отрегулировал топливно-воздушную смесь, то, скорее всего, вы переплачиваете за отопление. Вторая, самая распространенная причина большого расхода, это неправильно установленная система отопления. Допустим, вы на котле установили низкую температуру, но радиаторы, поставленные избыточной мощности, они все равно раздают слишком много тепла, и вам по-прежнему жарко. Вы по-прежнему открываете окна и по-прежнему выбрасываете деньги на ветер. Самый распространенный способ решения этой проблемы – установка на каждый радиатор автоматического регулятора температуры. В простонародье термостат или термоголовка. Вы устанавливаете на ней необходимую температуру, и как только температура в помещении становится комфортной, она останавливает подачу горячей воды в радиатор, то есть нагрев останавливается. Как только помещение остывает, она заново открывает подачу воды, и радиатор нагревает помещение. Тем самым нет переизбытка тепла, нет перегрева помещения, нет лишних проветриваний. Третья причина – это слишком большая мощность котла. У нас не всегда на улице минус 30. Сезон отопительный начинается, когда на улице становится плюс 15. В это время котел работает на 5-10% от своей мощности. Ему сложно работать эффективно на такой маленькой мощности. Есть два выхода, как исправить эту ситуацию. Один не всегда подойдет – попробовать отрегулировать мощность горелки. Не везде это возможно, не на каждом котле получится. Второй, более дорогой, но более правильный – установить два котла. Во-первых, у вас будет резерв на случай поломки одного из котлов, а во-вторых, в начале сезона будет включаться один котел и работать на половину своей мощности с хорошей эффективностью. Потом будет работать два котла, а в конце сезона опять один котел. Самая распространенная причина больших расходов на отопление – это неправильная установка труб. Смотрите, трубы убираются в стяжку без утеплителя. Монтажник обещает вам, что и радиатор будет теплым, и пол будет теплым, а дополнительных затрат на прокладку труб вам не понадобится. Но это вранье. Вы греете не только вверх, но и вниз. Внизу железобетонный фундамент, внизу земля. То есть вы пытаетесь нагреть землю, землю нагреть невозможно. В результате, пока вода дойдет до радиатора, она сильно остывает, и вы тратите на отопление гораздо больше, чем могли бы. Если вы столкнулись с другими причинами большого расхода на отопление, поделитесь ими в комментариях. Нашим подписчикам это будет полезно. А сейчас самое время подписаться на наш канал, потому что я только приоткрыл завесу самых распространенных причин повышенного расхода на отопление. Мы продолжим снимать ролики, рассказывая вам о неочевидных причинах большого расхода и способах экономии. С вами был Анатолий, лаборатория тепла. До новых теплых встреч!